Приходилось мыть полы в родной школе. Да давно это было, уже 30 лет тому назад. Что связывает певца Виктора Рыбина и его учительницу английского языка? Так, добрый вечер. Ну что, всем добрый вечер. Вопрос ко всем. Как вы думаете, сколько у нас в стране учителей? Виктор. Полтора миллиона. Полтора, кто больше? Сертифицированных. Больше, чем полицейских, скажу вам. Да, нет, больше. Больше, чем полицейских. Ну полицейских 2 миллиона где-то, полицейских. Значит, около 3. Меньше 2,5. 2,5 миллиона учителей. Получается, что каждый 60-й житель это педагог или учитель. Но у тебя в семье это практически профессиональный праздник. Да, да, да. И папа педагог, и сестра педагог. Заводь в школе. Ты любила? А, и бабушка, бабушка моя. Всю жизнь работала в школе уборщицей, в деревенской школе. Конечно, она тоже практичный учитель. Я забыла. То есть в школе мы называли их техничкой? Да, точно. В деревенской школе такого не было. Она топила печь и убиралась. Но ты любила ходить в школу? Обожала. Это самое классное место для тусовки. Ну что, у нас есть шанс посмотреть, как это было 30 лет назад. Не было видео, не обманывайте меня. Ну ты сделала специальное видео, сейчас мы посмотрим. Внимание. Мама, мама, вставай в школу. Это вы делали педагог, если в школу уходила? Нет. Я-то волновалась. Я с вами в новую школу, как в девятую. Да, было это 30 лет назад. А как будто бы вчера. Это фактически видеоклип. Что это такое? Что это за ролик? Это в прошлом году у нас был юбилей нашей школы, девятый. Это новая школа, которая построилась при мне. И как бы я тоже являлась ее первой ученицей. Это было, я так понимаю, 30 лет в школе. И то есть ты все рассказываешь дочке, как у тебя все было 30 лет назад в родном городе Бэкс. Да, и вчера, кстати говоря, она говорит, я хочу посмотреть, как это было в молодости. Ей показал альбом, почему-то первый раз, я не понимаю, почему. И она была удивлена, да, в нашей школе. Вот мы видим сейчас, какой ты была в школе. Да, я обожала форму, мне кажется, это было прекрасно. Коричневые платьишко, фарточки, это так красиво. И прическа у меня красивая. Расскажи про свою школу. Итак, девятая школа в Икс. Ну, во-первых, она была нового, голубого цвета, имени Чкалова, поэтому ее назвали. Это было потрясающе, это, ну, все новье, понимаете. Новый район у нас абсолютно, раньше там было болото, потом мне построили район и построили школу. Да нет, это было здорово, потому что был мой любимый класс, с которым мы общаемся до сих пор, поддерживаем отношения, созваниваемся, встречаемся. И с учительницей нашей, первой учительницей, нашу классную руководитель, Татьяну Викторовну Емельянову, где-то на фотографии должна быть, тоже поддерживаем отношения. А теперь в этой школе потом работал мой папа, а теперь работает моя сестра, Завчим. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот мы с Женькой из одного класса, скажи мне. Да, город Апатиты из одного класса, представляешь? Не только вообще образовательные школы, даже музыкальные. Да, это круто. А у тебя есть класс, кто кем стал вообще? Куда? Много вариантов. Ну кто в тебя был влюблен, например? О, влюблен. Ну там много было таких. Ну у нас же есть металлургический завод, там многие работают мастерами, я не знаю, как должности их, к сожалению, называются. Моя Татьяна Желтухина стала художником, она художница. Послушай, ну сегодня у нас, конечно, все-таки День Учителя, поэтому у нас День Сюрпризов, у меня в руках букет для нашей гости, узнаешь ли ты ее сегодня или нет. Удивите меня. Встречаем музыку. АПЛОДИСМЕНТЫ Я в шоке. Ну что, кто это рассказывает? Я тоже в шоке. Это как раз то, о ком я сейчас говорила, Татьяна Викторовна. Это вам отпереда, Татьяна Викторовна. Вот это круто, садись. Ладно, ладно, ладно. Здравствуйте. Умейте вы удивлять. Итак, это твоя первая учительница. Это классная руководительница. Помню хорошо ее маленькую, с хвостиком на голове, такую энергичную, живую. Ой, замечательную. Уже тогда она отличалась артистизмом. Вот видите, я даже об этом не знала. Да, правда. А вот тут Ира у себя выложила в соцсетях пост о том, что она много пропустила. И сейчас учусь сама, узнаю много нового, то, что ты пропустила. А что ты пропустила, скажи мне? Ну, не в смысле, я прогуливала уроки. Нет, ну просто внимание мое, видимо, на уроках было где-то далеко. Точно не прогуливала или немецкий не приходила? Нет, нет, нет. У меня школа была в 10 метрах от дома. Она не прогуливала. Кроме того, у нее была обязанность. Она была прикреплена у нас к одному мальчику, который не отличался большим старанием. Ходила к нему домой. И сейчас что-то закончила? Помогала, помогала, помогала. И мой, вы знаете, вот то, что она помогала, вот это упорство. Он сейчас... Это Вася? Конечно. Вася Егоровна, конечно. Примерный семьянин, у нее такие прекрасные дети. И успешный предприниматель, между прочим. И потрясающая жена, стоматолог офигительный. Да, да, да. Так что... А где Вася-то на этой фотографии? Вася, Вася, Вася. Так, поэтому можно сказать, что ты сыграла в его жизни очень даже положительную роль. Он оказывается, ребята, такие мужчины прекрасные. Ирина, помнишь, мы ходили в Папу... То есть вы учили немецкий, преподавали немецкий, и ты что-то по-немецки помнишь? Я сегодня классный дюймс. 20 декабря. Да, да, это действительно. Это единственное, что я понял. Нет, но тем не менее, все это вот осталось. А что вы принесли? Что это такое у вас уже? Так, а вот теперь. Это класс, с которым яркие воспоминания у меня очень связаны. И до сих пор нас связывает такая нежная дружба. И ребята, когда узнали, что я еду на встречу с тобой, они пришли ко мне и попросили передать тебе вот этот подарок. Это Ирина, одноклассница. Она возрождает в нашем городе деревянную... Татьяна. Татьяна. Художница, то, что я говорила вам. Художница. Елочные игрушки, которые... Она возрождает в Иксунскую деревянную игрушку. Танюша, спасибо. Оказывается, да, в нашем городе в начале 20 века эта игрушка была известна в России. А потом, а потом все это пропало, и Татьяна возрождает. Ой, молодец, Танюша. И она прислала тебе это. Ребята прислали и сказали на Новый год. Какой прекрасный новогодний подарок. Ой, спасибо большое. Почему ли я там собираю? Татьяна, а вы смотрите фильмы с участием Иры? Конечно, мне очень нравится ее первый фильм «Прогулка». У нее, кстати, в этом фильме фамилия Малахова у героини. Да, давайте напомним. Я думаю, это такая любовь. И учитывая, что сегодня день учителя, режиссер картины тоже учитель. Итак, «Прогулка» 2003 год. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты что, не будешь врать, я буду верить, как плохо. Я же не вру, я фантазирую, я же тебе давно сказала. Я же честная девушка. Ты Ульку, Малахов. Если выйдешь замуж за Алексея, бери меня в любовники, а? Тебя? Что, будешь мне сказки рассказывать? Это интересное кино, друзья мои. А в какие-то любовники можно узнать? Вы все равно разведетесь, дети мои. А я буду рядом, неподалеку. А почему это мы разведемся? Ну, сначала жениться. Петь, мне не нравятся эти шутки твои. Тебе? Моя Малахова, страшный человек, романтик. К тому же еще нервный романтик. Понимаешь, страшное дело. АПЛОДИСМЕНТЫ Но Ира рассказала, что у нее просто вся семья связана со школой, и сестра Ирина работает теперь заучим. Заучим школа работает, папа работал в школе учителем. Преподаватель физкультуры. Преподаватель физкультуры. Ну что, давайте познакомимся со старшей сестрой Ириной. Татьяна Зуева сегодня тоже у нас в гостях, и это ее праздник. АПЛОДИСМЕНТЫ Послушайте, ну вы похожи, конечно. Прямо тест ДНК делать не надо. Рассказывайте, на сколько вы старше? Насколько? Я? Насколько? На 4 года. На 4 года. И сразу знали, что будете учительницей? Да, как родилась, сразу поняла, что я буду учительницей. Только ее мы с палкой выгоняли в школу, это я помню. Мы всем районом провожали, чтобы она ходила в школу. И однажды у нас был случай, когда Татьяна шла в школу, и у нас загорелся гараж, рядом был железный гараж, и он горел. Это был ей повод прогулять в школу, и она кричала, у нас пожар, у нас пожар, и все, и не пошла в школу. Но при этом я знала, как учить, чему научить. У меня муж за время говорит, кто не умеет делать сам, тот учит других. Поэтому вот как бы вот так сложилось. Ну рассказывайте, вот вы современная молодая учительница. Как вы относитесь к движению «Учителя тоже люди»? Вот вы за то, чтобы учителя выкладывали фотографии в купальниках? Я даже узнала, что мы люди, сто процентов. Не, ну просто многие считают, что никакие фотографии с отдыха не должны быть... Все должно быть в меру. Ровно, скромно, достойно и в меру. Ну то есть в купальниках учитель или учительница не может выложить фотографии? Ну если в достойном купальнике, то может. И если есть, то показать достойно. Это естественно. Во всяком случае, когда мы с Татьяной ездим на отдых, мы часто отдыхаем вместе, мы не выкладываем фотографии. В купальниках вместе с Татьяной Сергеевной. Мы прикрываемся чем-нибудь. Ну расскажите, а папа был учитель физкультуры, мы услышали, и чем сейчас занимается? Да, да. Он сейчас пенсионер. Надеюсь, сейчас он нас смотрит. Пчеловод. Он у нас пчеловод. Да, он занимается пчелами. Рассказывали, что этим летом просто какие-то пчелы вымирали в каком-то некраничном количестве. Два ведра. Два ведра меда. Всего. Всего? Всего два ведра. Для нас это очень мало. Очень мало. Но, во всяком случае, учителем физкультуры был не только ваш папа. Да, хочу сказать, что учителем физкультуры был и мой однофамилист Геннадий Петрович Малахов, друзья. Он вообще учитель. Он вообще учитель, конечно. Он гуру, гуру практически. Гуру. И прежде чем у нас будет сюрприз от Геннадия Петровича, давайте посмотрим все-таки твои самые яркие роли из сериалов. Внимание. Мне очень жаль. Поверьте, я сделала все, что смогла. Я вам говорила, что это была ошибка рожать деревни. Если бы вы рожали в больнице, у вас было бы больше шансов. Я вас ненавижу. Что? Сядь, успокойся, пожалуйста. Дай нормально поговорим. Ты что, меня даже не поцелуешь? Ни к чему это. У меня ни денег, ни работы, ничего. Я остановилась у тетки жить. Вот она как раз меня и познакомила с этими людьми. Милые, приличные люди, все замечательно. Просто жена не могла забеременеть, и они мне суррогатной матерью стать предложили. Игорь, а ты смотрел «Прогулку» или «Домашний арест» с участием Иры? Это название. Так вы это играете, боже мой. Конечно, но с которой спит главный герой, понимаешь, заходит. Ну ладно. Вспомнили «Малахов»? Геннадий Петрович Малахов, друзья. И прежде чем у нас будет сюрприз, Геннадий, да это что? Но то, что вы...